здравствуйте дорогие друзья готовясь к предстоящим летним экспедициям я просматривал свои запасники в надежде найти материал по местам предстоящих поездок и мне попалась вот эта гравюра сделанная с фотографией это город белев тульской губернии 1885 года крестовоздвиженский монастырь обратите внимание на объект слева также интересны эти водоплавающие палатки на реке но речь сегодня не о них а именно об этом интересном объекте как вы думаете друзья что это это похоже на колокольню или водонапорную башню думая над тем что же это такое я вдруг вспомнил что летом 2018 года во время одной из поездок мы видели нечто похожее теперь давайте перенесемся с вами из белева в плавск вот сюда по официальной информации здесь располагалась мельница черемушкина надеюсь никто не станет оспаривать тот факт что перед нами печная труба это именно печная труба причем не домашняя а промышленная это не водонапорная или стражевая башня это не колокольня это именно заводская печная труба подобные трубы повсеместно строили в советское время на заводах и котельных однако трубы советского времени всегда безликие и лишенные украшений ведь никто не станет утверждать что в советское время стали бы так заморачиваться с орнаментом и украшать какую-то печную трубу на каком-то заводе или котельной у черта на куличках советское время строили круглые трубы без всяких излишеств карниз делали только в самом верху трубы и это не ради красоты а ради усиления конструкции обратите внимание на качество кладки имею ввиду качество заполнения швов и ровности рядов и грани трубы эта труба восьмигранная с сужением к верху в наше время даже с лазерным нивелиром так не всегда получается сделать а для строителей прошлого воздвигавших эту печную трубу какого-то заводика в глуши было в порядке вещей сделать все четко ровно да еще и с орнаментом и украшениями не используя при этом лазерного уровня да ничего необычного это так строили не иначе итальянцев звали либо сами относились к своему делу с чувством и любовью таким образом мы имеем однозначно старинную печную трубу построены еще до революции 1917 года а скорее всего даже еще раньше в датировке мы вернемся чуть позже вы скажете что это совершенно разные объекты возможные разные но рассказать сегодня хочу именно об этой трубе в селе красное а гравюра монастыря избилева это так сказать информация для размышления и избилев мы еще вернемся в другом фильме там также есть на что посмотреть итак для начала по традиции кратко официальная историческая справка село сергиево с 1964 года именуется город плавск в 1891 году некоторые владельцы паровых мельниц и других промышленных заведений расположенных вдоль реки плава в крапивинском уезде тульской губернии близ станции сергиево 1 московско-курской железной дороги обратились правление общества московско-курской железной дороги с просьбой провести подъездной рельсовый путь на протяжении около 15 верст от станции сергиево 1 до деревни пеньково заездами на их владельцев мельницы и заводы причем владельцы принимали на себя обязательства безвозмездные уступки принадлежащих им и отходящих под ветвь земель и кроме того гарантию определенного годового дохода с ветви далее нековые знаковые документы выписка из представления министров финансов и путей сообщения в комитет министров от 30 мая 1895 года за номером 3754 министры путей сообщения и финансов полагали бы предоставить министру путей сообщения приступить к сооружению за счет казны и непосредственным ее распоряжением следующих железнодорожных ветвей и подъездных путей в том числе от станции сергиево 1 московско-курской железной дороги до деревни пеньково протяжением около 15 верст нормальной колеи следующий документ 24 сентября 1897 года приказ по московско-курской нижегородской и муромской железным дорогам по службе движения об открытии пеньковской ветви для грузовых операций с 1 октября сего года открывается для постоянного грузового движения пеньковская ветвь примыкающих станции сергиево московско-курской линии и с этого же времени разрешается открытие грузовых операций на этой ветви движение поездов по пеньковской ветви впредь до изменения должны производиться лишь в дневное время исключительно лишь одним маневровым паровозом станции сергиево 1 соблюдением параграфа 131 правил движения причем подача вагонов под нагрузку и выгрузку устанавливается только к указанным промежуточным остановочным пунктам номера 1 2 и 3 и к конечному пункту пенькова следующий документ телеграммы министерства путей сообщений российской федерации номер е 11 284 от 11 октября 2000 года по согласованию с администрацией тульской области закрываются по параграфу 3 станции московской железной дороги овсяная на однопутном участке плавск овсяная 9 января на однопутном участке плавск 9 января и переводится в разряд разъездов работающих по знаку x новые коды станции овсяная 214 611 9 января 214 414 информируйте причастных работников внесите изменения в тарифное руководство номер 4 указанные изменения вводятся с 15 октября 2000 года конец краткой официальной исторической справки самое главное что можно извлечь из официальной информации это то что железная дорога прокладывалась к уже действующим предприятиям и как можно увидеть из карты пролегла она как раз мимо нашей трубы также при прочтении полной официальной информации можно увидеть упоминание о мельнице в селе красном а это именно то село где наша труба и находится вполне возможно что мельница здесь на реке на самом деле была но эта труба которую мы видим сейчас однозначно имеет принадлежность к металлургическому производству это легко понять по шлаковой мучке которая до сих пор валяется буквально под ногами на каждом шагу друзья чем бы ни было производство расположено здесь я хочу акцентировать ваше внимание именно на эту трубу посмотрите как качественно она сделана что стоит уже 150 лет ведь до прокладки железной дороги судя по документам завод уже был труба имеет восьмигранную форму сужающуюся вверх верхняя круглая часть трубы это настройка советского периода друзья обратите внимание на грани какие они ровные четкие и все углы наклона одинаковые спрашивается зачем так усложнять работу если можно сделать просто круглую трубу и не париться как я уже говорил тот кто это строил любил свое дело и для этих мастеров не составляло особого труда сделать красиво и на века более того для них это было вполне естественным делом как дышать воздухом это еще раз подчеркивает умение мастерство наших предков которые не только дома украшали но и обычную даже заводскую трубу сделали как произведение искусства труба это выложена из крупноформатного кирпича на известковом растворе раствор очень крепкий как впрочем и вся кладка у трубы разрушена часть основания и при этом труба все еще стоит кирпич то старинный под землей трубе идут дымоходы это обычные дымоходы для вытяжки но видимо здесь не было официальных историков потому что тогда бы они назвали бы эту трубу сторожевой бахни дымоходы тайными подземными ходами в один из таких тайных ходов мы сейчас и спустимся вот ну труба конечно колоссальная тут провал какой-то судя по кирпичам здесь была арка туда арка а вот так вот еще проходила одна арка вон кладочка начинается он в стороне от трубы и проходят под дорогой возле дороги свод обрушился и туда уже успели накидать всякий мусор однако мы спустимся именно туда и вы друзья мои сами увидите этот тайный подземный ход в кавычках так и так мы под землей и мы видим здесь такую интересную картину кладка из кирпича шамотный обычный так а внизу камень так потолок у нас литой монолит это не плита это все единая целая структура она просто слита и вот как тут сделано то есть даже очень похоже что и подкладывали что и потом там вот край там вот у нас край в эту сторону река а в эту сторону нас труба стена выглядит вот таким вот образом о там там далеко идет я не знаю будет видно это на камеру или нет но там длинный ход туда дальше вот туда идет проход а здесь уже проход у нас старый из старого кирпича выложен железом вверх тоже из кирпича вот как вверх у нас кирпичный на железных пластинах и туда идет проход здесь у нас обвалена и проход есть туда я туда уже не протиснусь здесь кирпич вот такой обугленный обгорелый перейдя по другую сторону от обвалившегося свода в одном и том же подземном ходе в кавычках мы видим совершенно иную картину крупноформатный кирпич покрытый толстым слоем сажи потолочные перекрытия здесь это полосы железа с прокладкой из кирпича и этот ход ведет прямо к трубе странно что про это место не сочинили легенд как отважные защитники сторожевой колокольни спасались от набега кочевников по этому подземному ходу во время пожара а ведь все банально просто это завод и не важно булочки тут выпекали или плавили металл это старинный промышленный объект который вроде не прятал никто но и как исторический памятник также нигде не значится видимо потому что он советское время продолжал использоваться по прямому назначению и если бы не это то настройка в верхней части трубы приобрела бы вид ласточкиного хвоста или типичных зубчиков как например здесь а это друзья вовсе не средневековый замок это маленький заводик по обжигу извести конца 18 века в нагорье лаганаки республика адыгея обратите внимание отчетливо видно что зубчики надстроены а вот расти нашей постройки нам говорят размеры кирпича хочу обратить на это ваше внимание и напомнить что знаменитый новатор петр первый вдохновившись европейским примером в начале 18 века постановил что стандартный кирпич российской империи должен иметь длину 11 дюймов это 280 миллиметров ширину пять с половиной дюймов это 140 миллиметров и высоту 2,75 дюйма это 70 миллиметров сейчас не будем дискутировать о том был петр первый или его придумали подменили по факту стандартный кирпичи был принят и более-менее исполнялся всеми согласно официальной же истории в 1833 году произошла вторая веха в истории изменения размеров кирпича теперь он стал измеряться уже вершками и был 6 вершков в длину это 265 миллиметров 3 вершка в ширину это 133 миллиметра и полтора вершка в толщину это 67 миллиметров с этого момента наметилась тенденция к уменьшению размеров кирпича которые перетекли в знакомые нам сегодня размеры закрепленные в 1927 году в виде госта и знакомые нам сегодня размеры 250 на 120 на 65 миллиметров таким образом кирпич из которого выложена труба изготовлен ранее середины 19 века конечно часто бывают случаи использования бывшего употребления кирпича и кто-то из вас может возразить что мол это в советское время выложили старого кирпича друзья хочу показать вам какие трубы строили в советское время из любого кирпича они получались одинаковые как под копирку вы наверняка видели такие и не раз и сказав что вы видели одну советскую трубу можно смело сказать что вы видели их все а вот такую трубу думаю вам видеть еще не приходилось а если видели то прошу вас друзья написать в комментариях где и когда тут важно понять что принцип действия у труб советского периода и у этой трубы абсолютно одинаковый а вот само исполнение кардинально разное подчеркиваю это еще несколько комментариев хочу добавить относительно железнодорожного моста той самой пеньковской ветви четко видно что пролет моста поднимали примерно на 2 метра что характерно кирпичная кладка заметьте крупноформатным кирпичом на известковом растворе эта кладка сделана очень качественно а вот про то ради чего делается мост что видимо забыли наверняка мост если он не над рекой как в данном случае делается чтобы под ним могли перемещаться люди и транспорт то есть мост сделали а потом вспомнили что сделали низким и решили поднять почему сразу не сделать пролет моста достаточной вышины или этот мост тоже просел как и дома в городах если следовать официальным версиям то получается полнейшая ерунда а вот если взять к рассмотрению версию что в результате катаклизма поверхность земли была засыпана грунтом примерно на 2 метра ну зависит от местности то все остается на свои места также эта версия объясняет и так называемое строительство железной дороги которая по сути являлась ее ремонтом и повторным введением в эксплуатацию друзья на этом я благодарю вас за внимание не прощаясь впереди еще много интересного всего вам доброго до свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...